Месячник по благоустройству продолжается. К уборке присоединяются и учебные заведения. К примеру, Матищинский колледж ежегодно поддерживает традицию приводить в порядок после зимы прилегающую территорию. Дружно выйти с одногруппниками на уборку, взять в руки грабли, лопаты, краску и валики. Такой работы студенты не боятся и делают ее с удовольствием. Сейчас в колледже обучается 1400 студентов. Уже на протяжении двух недель самые активные из них принимают участие в субботнике. Ребята наводят порядок в аудиториях, моют окна, красят и подметают. Одним словом, облагораживают место, куда приходят каждый день. У колледжа уже преобразилась входная группа. Осталось помочь снегу, который располагается на теневых участках, до конца растаять. В преддверии вербного воскресенья и главного христианского праздника Пасхи сотрудники Госадомтехнадзора проверили чистоту и благоустройство прихрамовых территорий округа. Кроме мусора, инспектор также обращает внимание на ограждение храма, входные группы и особенно на ступени. Заметно, как все территории храмов и церквей округа уже приведены в порядок после зимы. Как и во всей области, здесь прошли субботники, а чистота и порядок поддерживается круглый год. По закону о благоустройстве, еще пять метров прилегающей территории должно быть очищено от мусора и приведено в порядок. Перед праздником инспекторы надзорного ведомства также проверяют кладбище, которое и на Радоницу девятый день после Пасхи посетит большое количество христиан. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают ветераны пожарной охраны. История советских борцов с огнем началась 101 год назад, 17 апреля, с декрета, подписанного Лениным. Ежегодно по всей стране, те, кто рисковал жизнью ради спокойствия других, возлагают цветы к мемориалам в память о своих погибших товарищах. Знания и опыт, накопленные за долгую и безупречную службу, переданные новому поколению огнеборцев, это то, на чем и сегодня держится пожарная охрана. На портале Добродел продолжается голосование по переводу маршрутов из нерегулируемых тарифов регулируемых с предоставлением льгот для отдельных категорий граждан. Для участия необходимо зайти на портал Добродел, на карте выбрать свой муниципалитет и маршрут. В Мытищах на голосование выставлены три коммерческих маршрута. Анкетирование продлится до 21 апреля. Мытищинский отдел ГИБДД подвел очередной промежуточный итог. На прошлой неделе с 8 по 14 апреля на территории муниципалитета зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий. 9 апреля в 17 часов на перекрестке улиц Мира и Матросова 89-летний водитель иномарки не уступил дорогу меня автобусу. Произошло столкновение. От удара пострадала одна из пассажирок маршрутного транспортного средства. С травмами различной степени тяжести женщина была госпитализирована. Еще более плачевно закончилось другое ДТП. 14 апреля в 15 часов в 25 минут 39-летний водитель «Форд Фокуса» сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 26-летнего мужчину. Пешеход скончался до приезда карета скорой помощи. Трагедия произошла на Осташковском шоссе. В пресс-службе Мытищинского отдела ГИБДД уточнили, что водитель иномарки, сбивший пешехода, нарушил скоростной режим. Встреча, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, состоялась накануне во Дворце культуры Яуза. Там вспоминали события 11 апреля 1945 года, когда в Бухенвальде, одной из крупнейших фабрик смерти, произошло восстание. Участники мероприятия почтили память погибших и размышляли, как передать эстафету памяти следующим поколениям. Встречи начинаются с минуты молчания в памяти погибших. На сегодняшний момент в учете Матищинском управлении социальной защиты населения числится 179 бывших несовершеннолетних узников. Существует в округе общественная организация, которую возглавляет Лидия Слезкина. Сегодня участники организации встали на смену ветеранов войны. Выполняют ту же социальную миссию. Работают с поисковиками по уикавечиванию памяти тех детей, которые погибли в концлагерях, и приобщают молодежь. Каким должен быть справедливый суд в представлении учеников старших классов? В 33-й лингвистической гимназии в ходе Дня правовых знаний устроили настоящее судебное разбирательство по известным литературным произведениям. Здесь в роли прокуроров и обвиняемых сами школьники. Для ребят это первый опыт применения правовых знаний. В рамках Дней правовых знаний учебные заведения городского округа посещают профильные специалисты. Представители полиции, прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних, управления образования, центра занятости, центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Фестиваль-конкурс «Музыкальная весна» стартовал в одиннадцатый раз в Центре культуры Подмосковья. Продлится он три дня. Каждый будет посвящен одному из видов искусства – театральному, танцевальному и вокальному. В этом году в творческом состязании примут участие 650 артистов самодеятельности и коллективов. Возраст самого младшего конкурсанта – три года, а самого старшего – 70 лет. Первый день мероприятия, согласно традиции, посвящен ораторскому и театральному искусству. Участие в фестивале-конкурсе «Музыкальная весна» – возможность получить бесценный опыт, считают наставники самодеятельных артистов. За десятилетия в этом творческом состязании приняли участие самодеятельные артисты и коллективы из 39 муниципалитетов Подмосковья. Фестиваль школьников «Солнечный круг» подвел итоги трехмесячного марафона детского творчества в самых разных видах искусств. В этом году он посвящен году театра, поэтому сюжеты и персонажи из произведений детской художественной литературы нашли отражение в тематике каждого конкурса фестиваля. Если в течение трех месяцев в фестивальных программах на десятках концертных площадок принимали участие 1875 учащихся от 1 до 10 класса, то это, конечно же, самый массовый марафон детского творчества. Декоративно-прикладное искусство, вокалы, хореография, фольклорные ансамбли и кукольные театры. Лауреата фестиваля еле вместила актовый зал 24-й школы. Всего конкурсанта завоевали 188 призовых мест и готовятся к новым конкурсам. В Матищинской центральной библиотеке состоялся сценический мастер-класс на тему «Искусство быть разным». Провели его актеры театра «Окно». В мероприятие приняли участие воспитанники театрального кружка при 5-й городской школе. Ребятам рассказали забавные случаи жизни молодежного театрального коллектива, поделились новыми сценическими приемами, а также полезными советами. Надо сказать, что мастер-класс вызвал большой интерес у начинающих артистов. Одним словом, было познавательно, интерактивно и весело.